Приветствую вас. Ну, поскольку родители ваши видели и так, все, что им было нужно, думаю, они уже и сами знают, что произошло. Ну, мне так кажется, что они сами уже поняли, что случилось, ибо все очевидно и так далее. Но спрашивают они вас для проформы, чтобы понять, как вы к этому относитесь сами, чтобы понять, считаете ли вы, например, подобно нормальным, считаете ли вы, например, подобного в порядке вещей, или, допустим, такого больше не будет. То есть, ваши родители ждут от вас какой-то реакции. Реакции на тему того, как вы воспринимаете то, что произошло. Ну, вы и скажите им откровенно, как все произошло, что просто пришли друзья, и друзьями вы развлеклись, друзьями вы посидели, поговорили, пообщались, веселились и так далее. Ну, а что еще можно в этой ситуации сделать? Что еще можно в этой ситуации сказать, если родители ваши видели и так все уже? Не думаю, что можно как-то что-то, знаете, там, например, соврать, или как-то представиться так, что это не вы, что вы не знали, что вы не думали и так далее. Ну, все же очевидно. Скажите просто, что с друзьями решили весело провести время и немножко заиграли. Вот и все. То есть, вы скажите им, родители, как бы, с одной стороны, принятие ситуации в целом. То есть, вы скажите им то, что вы приняли ситуацию, что вы понимаете, что это случилось, вы понимаете, отдаете себе отчет в том, что это произошло, и что вы не отрицаете. Потому что родители, наверное, ну, мне почему-то так кажется, они ожидают, что вы будете как-то отнекиваться. Вот. А с этого делать не надо. Не надо их обманывать и не надо стараться придумывать. Ничего, конечно, из этого не выйдет. Покажите им, что вы принимаете ситуацию полностью. Покажите им, что вы отдаете себе отчет в том, что произошло. И что относитесь к этому вы, ну, не сказать, что вы совсем уж негативны. Но при этом, при этом, это очень важно. При том, что вы негативно к этому относитесь, ну, то есть, не очень позитивно, да. При этом вы осуждаете себя за то, что все получилось так. То есть, вы понимаете, что так нельзя. Покажите своим родителям серьезное отношение к ситуации. Дайте им понять, что вы несете ответственность за то, что сделают. Вы принимаете ответственность за то, что сделают. А если вы не будете этого делать, если вы будете их стараться обмануть или показать ситуацию как-то, ну, по-другому, они быстро поймут, что вы пытаетесь за ответственность уйти и будете считать вас маленькой по-прежнему. А если они будут позиционировать вас как маленькую, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. В том смысле, что вряд ли ваши родители будут более позитивно воспринимать то, что с вами произошло. Вряд ли. И в следующий раз вполне возможно, что у вас уже одну дома не осталось. Вот. Ну, а вам я бы рекомендовал, вот лично для себя, я бы вам рекомендовал следующее. Вы, если собираетесь устраивать такие вот вещи, вы стараетесь все-таки как-то, знаете, ну, продумывать немножко, немножко, что ли, то, как будет это происходить. А то лучше хоть так, что вы погуляли и развлеклись, в этом нет ничего плохого на самом деле, серьезно. Но, сделали это так, что вы ставили себя в не очень положительном ключе, в не очень положительном контексте. Вот этого делать не нужно. Это делать не нужно. То есть, если вы что-то собираетесь делать, если вы что-то собираетесь, ну, осуществить с друзьями, то, пожалуйста, на здоровье. Но, сделать это так, чтобы все было приемлемо. То есть, чтобы, например, пусть и не будет порядка, но хотя бы, чтобы родители видели, что вы реально осознаете то, что происходит. Чтобы родители видели, что вы не принимаете того, как обстоят дела. А они, наверное, сейчас думают, что вам просто все равно. Вот это вот то, что вы сделали неправильно. Это то, что вам необходимо подкорректировать. Ну, а так, в общем, можно сказать только то, чтобы вы принимали то, что есть. Ну, не стыдились этого, возможно. Потому что стыдиться этого не надо. Все люди проходят через это, в том числе и вы. Родители понимают это. И, я уверен, не будут вас за это сильно ругать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.